Всем добрый день! Вы на канале Выпечка и Кулинария. Добро пожаловать ко мне на кухню! Сегодня времени у меня не очень много. Решила испечь быстрый яблочный пирог и поделиться с вами этим рецептом. Для этого пирога мне понадобится стакан сметаны, стакан сахара, стакан у меня ёмкостью 250 мл, 2 яйца, ванилин, мука, точное количество муки увидим при замесе, немножечко соли, щепотка, сода и 3 средних яблочка. Если яблочки поменьше, возьмите их больше. Итак, пирог готовится очень быстро, тесто замешивается быстро, так что сразу включайте духовочку на разогрев 180-200 градусов, смотря как печёт ваша духовка, учитывайте её особенности и начнём месить тесто. В миску выливаем стакан сметаны. Заметили, что этот рецепт без жира, без масла, без подсолнечного масла. Но если вы хотите заменить сметану кефиром или простоквашей, значит добавьте в тесто 2-3 столовые ложечки подсолнечного масла. И муку уже будете добавлять, глядя на консистенцию теста. Добавляю чайную ложечку соды, без горки. И всё хорошо размешать. Соду гасим сметаной. Сейчас пойдёт реакция. Сметана зашумит. Сразу готовится тесто, потом нарезаются яблочки. Всё делается очень быстро. Видно, что сметана уже начинает шуметь. Идёт реакция. Добавляем сюда стакан сахара. Не нужен миксер. Просто всё вымешиваем лопаткой. Желательно, чтобы сахар растворился. Добавляем яйца. Щепотку соли. Лопатку можно заменить на венчик. И хорошо всё размешать. Размешиваем до однородности. Не забываем ванилин. Если любите корицу, ванилин можно заменить корицей. Можно взять ванильный сахар. И теперь пришло время муки. Если вы чувствуете, что сахар растворился полностью, можно добавлять муку. Мука предварительно просеянная. Здесь у меня 200 грамм муки. Всыпаю всё. И размешиваю до однородности. Размешать нужно, добиться растворения вот этих вот комочков. Чтобы масса была гладкая, эластичная. Ну вот, тесто уже почти готово. Вот такая вот консистенция. Льющаяся, но не очень. В общем, посмотрите внимательно, какая консистенция этого теста. Не жидкое и не густое. Если вы замените сметану кефиром или простоквашей, муки, конечно, у вас пойдёт больше. Но вот придерживайтесь такой консистенции. У меня, мне понадобилось 200 грамм муки. Теперь в это тесто нужно добавить яблоки. Если кожица на ваших яблоках твёрдая или толстая, значит их нужно почистить. Если тоненькая, можно нарезать с кожицей. Просто убрать серединки, попки и нарезать кубиком. Так, ну вот, яблочки я покрышила. Здесь у меня получилось 300 грамм яблок, очищенных и покрышенных кубиком. Всё это нужно перемешать с тестом. Духовочка уже нагрелась. Форма у меня уже подготовлена. Форму я смазала размягчённым сливочным маслом и посыпала мукой. Посыпать можно не только мукой, а ещё и сухарями панировочными. Это уже по желанию. Ну, смотрите, вот какая получается масса. Яблочек достаточно в тесте. Кстати, из этого теста вы сможете сделать не только пирог, но и кексы. Получается очень вкусно и тоже очень быстро. Теперь беру форму и всё это выливаю в подготовленную форму. Теперь всё это нужно разровнять и ставить выпекать. Ну вот, смотрите, какой красивый пирог получился. Выпекался он 40 минут при температуре 180 градусов. Смотрите, какой он высокий. Какая красивая выпечка. Он уже аппетитный без всякого украшения. Теперь ему нужно дать постоять, немножечко остыть и извлечь его из формы. Готовность этого пирога можно проверить деревянной шпажкой. Если она на выходе сухая, значит пирог готов. И ещё, вот по этому признаку, если вот краешки вот так вот легко уже отходят от края формы, значит уже пирог готов. Ну вот, пирог немножечко остыл. Смотрите, у него такая причудливая форма. Это из-за кусочков яблок. Там, где попадают яблоки сверху, там тесто поднимается меньше. Ну, как только чувствуете, что вы сможете удержать форму руками, можно пирог извлечь из формы. Это очень легко сделать. И переложить его на блюдо. После полного остывания пирог можно украсить сахарной пудрой или сахарной помадкой. Смотрите, какой он мягкий. Смотрите, какая хорошая выпечка. И донышко пропеклось, и верх хорошо заколировался, и вот такой вот он остаётся мягкий. Ну, теперь пусть он полностью остывает, и я его украшу. Для сахарной помадки возьмите 2 столовые ложки сахарной пудры. Возьмите кипяток. У меня только-только закипела вода. И совсем по чуть-чуть добавлять кипяточек и размешивать в однородную массу. Очень жидкой помадка не должна быть, потому что она при высыхании должна сохранять рисунок. Она не должна растекаться по пирогу. Добавила я сюда 2 чайные ложечки кипяточка. И теперь дам помадке немножечко постоять. Она может загустеть. Обычно так и бывает. Вот такая вот помадка должна быть. Она не должна стекать, как вода, очень быстро. И не должна быть очень густой. Чтобы легко можно было рисовать этой помадкой, добивайтесь такой консистенции. Вот для пирога этого будет достаточно. Всё, помадка готова. Ну вот, как я вам говорила, помадка немножко застыла. Ну, теперь я её перекладываю в кондитерский мешок и украшаю пирог. На кончике мешка я сделала небольшую дырочку. И теперь произвольно, как вам нравится, так и украшайте. Вот такой пирог можно приготовить, не потратив много времени и из очень доступных продуктов. Как остынет полностью, посмотрим, какой он в середине. Ну и сейчас посмотрим, какой этот пирог внутри. Смотрите, как он мягко режется. И вот какой он красивый, пористый. Видно кусочки яблок. Припечённое тесто. Советую вам попробовать этот рецепт. Уверена, он вам понравится. Приготовьте, порадуйте своих близких. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Всем пока, всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok